Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Сегодня у нас такая интересная тема, существуют ли подделки моторных распространённых масел в Японии. Я уже рассказывал вам, что у меня в Японии живет очень много друзей, знакомых. Они работают в сфере как раз продажи с множества материалов. И не просто продажи, они занимаются договорными отношениями между импортерами и экспортерами, между Японией и другими странами. В общем, посещают они и заводы различные, и крупные заводы, и Демицу, и Космо, и NEOS, и EMG заводы посещают. И бывают на заводах, которые производят тару в Японии, на Гаосэкам, на Ситосэкам, на JapanPay или на подразделениях. В общем, они в этом крутятся, давно этим занимаются все. Поэтому я с ними общался, поэтому вопрос по поводу подделок в Японии, существуют ли они там или нет. Мы как-то эту тему затрагивали неоднократно, но я как-то не дошли у меня руки до того, чтобы сделать видео полноценное по этому вопросу. Итак, Япония и подделки. Подделки под крупные европейские и американские бренды, такие как Mobile, Shell, BP Group, это BP Castrol, Total Energy, Total Elf, Sunoco, Motul, Valvalin и так далее. В Японии нет. Объясню почему. Все крупные структуры, американские, европейские, крупные бренды заказывают, производят свои продукции, если они хотят присутствовать в Японии на утреннем японском рынке, заказывают у трех структур японских по лицензии. Это NLs Holding в первую очередь, вторые по величине это Edemitsu и третий это Cosmo. Ну Cosmo не соизмеримый по отношению к другим этим двум производителям, астодонтам, но тем не менее Cosmo делает там уже 2-3%, а 95% делает под крупные бренды Edemitsu и NLs Holding. В которых есть много заводов. Давайте я разберем на примере Mobile, например, продукции Mobile. Mobile исторически присутствовала, хотя в Японии они даже завод свой построили в Акаями вместе с Тойотой в свое время. Но сейчас Mobile из Японии, мягко скажем, выдавили местные ребята и не то чтобы даже мощности не оставалось, они даже свои офисные помещения сотрудников перевезли в Малайзию, Сингапур, расформировали офисы Японии. Поэтому Mobile в Японии существует только номинально сейчас, присутствует вернее, мощности у них своих там и у них вообще нет уже абсолютно. Вот Mobile сейчас, ExxonMobile, заказывает производство продукции своей на заводах EMG, которые принадлежат как раз Eneos Holding. Не путайте, пожалуйста, с Eneos, который продается у нас в России. Это совершенно две абсолютно разные вещи, вообще никак не связаны, кроме названия. Вот, заказывает ExxonMobile на EMG, в том числе и на своем бывшем заводе, который находится в Акаями. EMG производит продукцию Mobile и реализует ее по всей Японии через собственную сеть автомаркета, которую контролирует Toyota Mobility Parts. Это под разделение Toyota. Так исторически сложилось, они всегда продавали через эту структуру Mobile, Toyota и Castle для автомаркета японского. Toyota Mobility Parts курирует всех дистрибьюторов по всем префектурам, абсолютно без исключения. А дистрибьюторы на местах, уже дилеры на местах и дистрибьюторы контролируют всю сеть в своем регионе. У тойотовской структуры Toyota Mobility Parts это бывшая такти, может быть, по этому названию кто-то помнит. Есть своя розница тоже, это Jamison Car. Магазины и сервисы при магазинах, там они тоже продают и Mobile, и непосредственно она связана с Toyota и продукцией Denso, и продукцией Drive Joy. Эти фильтры очень хорошего качества, на самом деле, которые часто встречают наши на разборке люди, которые занимаются контрактными двигателями. Вот Drive Joy, там много где стоит. Вот как раз это курирует производство и продажа Drive Joy, заказы на производство, вернее, как раз Toyota Mobility Parts, сейчас раньше так те. Помимо этого, в Японии продукция Mobile, по лицензии, которая производится, продается через три крупнейших сети. Она там везде есть, это Autobax, Yeluhata, Abgarage. Автобакс, это самая крупная сеть, Yeluhata, Abgarage, маленькая, поменьше. Это такие большие гипермаркеты и автомобильные тематики, в которых есть при них сервисы, при многих. И там продается вот как раз фасовка вся, которая Mobile производится в Японии, практически львиная доля. Конечно, есть и мелкие магазины розничные тоже, как и у нас. Фасовка свыше четырех литров, которую Mobile производит, продается на СТО. Это и брендированные СТО, и не брендированные разные, совсем маленькие СТО тоже есть. Но тем не менее, как бы я говорю еще раз, это все централизовано и все как-то все структурировано четко. Посредники, конечно, что же там есть, естественно, как бы есть и торговые дома посредники, и просто какие-то оптовики небольшие. Но по сравнению с Россией, с тем, как у нас это структурировано, там все маленько по-другому работает. Там это плечо от производителя до потребителя, оно короткое, там перекупчиков не так много, не так, как у нас, вернее. Они есть, конечно, да, тоже, естественно, но это маленько по-другому выглядит, чем у нас. Там все более четко, все более понятно, все более прозрачно и так далее. Поэтому торговые дома, которые там тоже есть, перекупщики, они, как правило, работают на внешние рынки, не на внутренние. Вот, ну, на внутренние тоже, конечно, но больше на внешние. У японцев совсем другой менталитет, законы и ответственность за правонарушения. Никогда в голову японцев рядовому или группе японцев не придет снять где-нибудь на окраине Токио, там, ангар, нанять гестабайтеров и начать клепать Тойоту, либо Мобил в промышленных масштабах. То есть такое просто прийти в голову не может обычным рядовым японцам. В принципе, для них это настолько дико, что даже там этого рассматривать никто не будет, в принципе. Потому что в Японии очень компактный рынок. Как ни странно, хотя, казалось бы, да, страна, ну, в принципе, не маленькая относительно. Там все друг друга знают, там все знают, кто, что делает. Там нет такого продака, как у нас в этом плане. То есть там все знают обо всех. Если человек в этой теме варится, если знает там эту тематику, он знает кто, что, где, делает, почем, зачем и за каких целей. Поэтому это все, скажем так, на виду. Ответственности законные. Если какой-нибудь человек, там, гражданин заявление подал в полицию о правонарушении подобных, да, о катрафакте, то в дело вступает уже Фемида местная. Там есть статья такая, 78-я, по-моему, если не ошибаюсь. У нее есть две, два подраздела. По-первых, значит, это еще махровая подделка, когда просто взяли, подделали вот тает и стали клепать на промышленных масштабах, продавать ее. Это первая, с первых раз подраздела статьи. Там по нему до 10 лет лишения свободы, это уголовка уже, либо 10 миллионов йен штраф, либо комбинация этих двух наказаний. И вторая часть статьи, она, там, инкриминируется, если там подделка, не торгового знака, вернее, подделка, а до смешения, до похожести торговых знаков, то есть там, когда люди посягают именно торговый знак, делают похожим что-то. Они не подделывают полностью продукт, да, например, в другой форме, например, банка, но значок, похожий на какой-либо бренд. Это тоже честерезное наказание в Японии, на самом деле, за него тоже могут сделать такие жесткие, жесткие, жесткое наказание, вернее, применить. Там, по-моему, до 5 лет лишения свободы, это уголовное тоже наказание, либо 5 миллионов йен, либо это их комбинация. Я не помню содержание дословной статьи, если кому-то интересно, поищите сами в интернете, статья 78, в переводе ее нет, конечно, это все на японском. У меня где-то была она в переводе, если я найду, я потом размещу в описании к этому видео, если будет время, поищу обязательно. В общем, если вам инкриминировали это преступление по подделке, то, конечно же, вас там по полной программе нахлобычат, причем сделают это жестко, и откупиться не получится, хотя в Японии тоже, естественно, есть и коррупция, как и везде, но ни в этом случае, ни при этой тяжелой статье. Японцы не безгрешны, конечно же, в Японии очень много мошенников, разных, разные категории абсолютно, и как бы там они совершают преступления, естественно, в том числе и вот в этой сфере, около этой сферы, но не о том, о чем я сейчас вам только что рассказал. Так что же, какое же, какого же рода мошенничество, и что подделывают Японии в принципе в сфере автобизнеса? Подделывают огромное количество аксессуаров. Это различные брендовые обвесы на автомобиле, тюнинг-киты разные, мелочи, аксессуары по тюнингу, все вот такие подобные вещи, их подделывают достаточно массово. Вообще, запросто нарваться на подделку в каком-то интернет-магазине или даже в розничном магазине каком-то небольшом, запросто вообще. В Японии, в принципе, аксессуары, которые продаются в магазинах, это 70% аксессуаров, которые сделаны в Китае, даже если это японская структура, даже тюнинговая большая структура, которая занимается тюнингом давно в Японии, и то ее аксессуары, они производятся в Китае. Потому что даже смотря на логистику, конечно же, делать Китае более целесообразно и выгодно для японцев. Они это понимают просто и делают всегда там в основной массе. У меня есть видео по этому поводу, вот это вот, там я показываю в магазинах конкретно, made in, откуда там все сделано. Это все, конечно же, Китай. 70% гарантированно 100% будет в Китае. И как раз с этим связано то количество подделок по аксессуарам, по тюнингу, потому что, ну там, в Китае черт ногу сломит, там все делается тоже по лицензии, все возится тоже с документами, которые делают китайцы, соответственно, там тюнинга поддельного, вот так вот, дофига. И в этом плане, конечно, да, там люди попадают и на подделки еще похлеще, чем у нас в России, потому что иногда продают там какой-нибудь обвес за те же самые деньги, что и оригинал, хотя это такая лажа, что там даже ставится, там плюс-минус 3 сантиметра не подходит. Давайте вернемся к маслам. Неужели подделок нет вообще? Подделок нет почти. Я уже объяснил почему, потому что рынок компактный, все друг друга знают и так далее. Но в Японии очень много торговых домов и организаций, оптовых структур, в которых работают, выходцы из Пакистана, России, Индии, Китая. И, соответственно, как бы менталитет этих людей, он радикально отличается от менталитета японцев. Поэтому, конечно же, да, помыслы такие у людей, которые извне, они возникают периодически. Вот, поэтому кое-какие, конечно же, вещи происходят. Но это очень мизерный объем. И вот в общем объеме в совокупности всегда встретить подделку именно, подделку махровую в рознице где-то в Японии, это прям, ну, шанс чрезвычайно. Мало-то, может быть, один к тысяче. Сейчас я вас обрадую. Все-таки мошенники в сфере автомобильных масел, моторных и трансплессионных в Японии есть, конечно. И они достаточно широко там распространены. Давайте я расскажу вам о схемах мутных, которые используют в Японии для того, чтобы заработать на этой сфере. Какие мошеннические схемы там есть. Схема номер один. Псевдо-японские бренды. Я сейчас не буду перечислять названия. Про многие из них я уже снимал полноценные большие видео. Если у кого-то есть желание полистать мои плейлисты, там есть про Японию, псевдо-японию, очень много всего про бренды разные. Так вот, во-первых, очень важный момент. Все псевдо-японские бренды делают под конкретный проект обязательно. Это либо торговый дом, который уже занимается крупными поставками экспортными из Японии в другие страны. Это может быть там Китай, Пакистан, Россия, Индия и так далее. Неважно куда. Либо это заказ непосредственно через представителей японских из России, Пакистана, Индии или других стран. В общем, все это делается под конкретный проект. Только под конкретный рабочий проект. Спонталуику никто не будет делать там псевдо-японский бренд для того, чтобы там непонятно потом куда его сбывать. Все делается только под проект. Зачастую инициатором проекта является как раз выходца не из Японии, не зачастую, вернее, а в 99% случаев. Вот. Как это происходит физически? В общем, заказчик. Это либо торговый дом, либо это частное лицо какое-то, либо организация заказывает продукт в Японии. Структуры, которые исполнители, их много. Есть просто небольшие гаражные кооперативы, есть небольшие даже НПЗ, у которых есть там пара реакторов, небольшая лаборатория и минимальное оборудование для того, чтобы варить продукты. В общем, заказчик для начала регистрирует бренд, регистрирует бренд в Японии, снимает офис без сотрудников. Ну, либо там сидит какая-нибудь девчонка, сотрудник, оператор, либо она на фрилансе. Чаще, что бывает в бизнес-центре каком-то, это стоит копейки в месяц аренда. И плюс за фриланс платят этой девочке, чтобы она отвечала на звонки при необходимости. Вот. Создается ощущение, что в Японии расположен офис, и в Японии расположена служба поддержки. Вот. Потом заказываются на заводе под этот бренд, делают документы полностью, пакет документов, заказывается на заводе либо на ГАУСАКАМ, либо САЙТОСАКАМ, либо ДжАПАН ПЕО ТАРА. Так просто прийти на завод японский и заказать себе под другой бренд ТАРА не получится, ни в коем случае невозможно сделать. Для этого, во-первых, обязательно должен быть пакет документов, в любом случае, обязательно, это 100%. Во-вторых, нужны связи вот в этом клане, клане, которые связаны с заводом, либо структурами, которые связаны с заводом. Обязательно. Без этого никак. Там Японский не будет, кому попало, делать ТАРА. Это нужны связи, нужны знакомства там. Когда все подготовлено, исполнитель начинает исполнять свой заказ. Как это выглядит? Вариант номер один. Заказываются готовые продукты, сваренные уже, упакованные в 1000-литровые емкости, вверху кубы, либо в бочке, из Кореи, либо из Китая. 95% случаев это Корея, но сейчас в последнее время Китай начал тоже там активно этим заниматься. Вот. Эта продукция привозится, эксплуатируется в Японию. Логистика там, она не такая дорогая. В Японии евро-кубы эти и бочки привозятся в цех, который выглядит, как такой небольшой гаражный оператив, без особого оборудования, там ничего сложного нет, там есть просто оборудование небольшой для упаковки, для перелива продукции, для розлива, вернее. Эти продукты, которые в 1000-литровых емкостях и в более мелких емкостях по 200 литров, просто переупаковываются в ту тару, подготовленную японскую с вашим брендом, которую сделали до этого заранее. Переупаковываются, закрываются крышки, и у вас есть уже готовый к продаже продукт Made in Japan, который сделан на территории Японии. Вариант номер два, он немножко более сложный, но и более рациональный. Вместо того, чтобы покупать готовые продукты уже в емкостях, заказываются отдельно базовые масла в еврокубах и заказываются пакеты присадок, недорогие, тоже из Кореи, из Китая. Из Китая чаще пакеты присадок, а базовые масла все-таки из Кореи. Этим занимаются структуры Папагачи, у которых есть хотя бы минимальная какая-то там оборудованная немножко блендерный завод, такой хотя бы крохотный, но должно быть пара реакторов, минимум там по 2000, по крайней мере, линия розлива небольшая, то есть мини-лаборатория с основными приборами и все. И рабочих там до 10 человек. В таком случае привозятся базовые масла, привозятся пакеты присадок уже готовые, это все в реакторах варится и получается большая вариативность. То есть вы можете там в любое время сварить из базы или плюс некоторых пакет присадок то, что вам необходимо в данный момент конкретно. А в случае, если вы привозите уже готовые продукты, вам приходится их конца истрачивать и огромное количество разных продуктов везти, потому что представляете себе линейка нового бренда, это по минимуму 30 наименований хотя бы по самой минималке, а может и больше. Поэтому, конечно, заморачиваться с готовыми продуктами можно, но более правильно и рационально делать, конечно, все это из базы плюс присадки варить, если есть возможность. Ну, по-разному бывает. В общем, этих структур в Японии куча. Я рассказывал о паре таких структур в разных своих видео, показывал вам, как это все выглядит. С воздуха, опять же, посмотрите при желании, поройтесь по моему видео, поищите. В общем, такая схема работает. И на выходе в втором варианте тоже самое получается продукт Made in Japan. Надеюсь, что саму идею объяснять не надо, она очень простая. Нефтеперерабатывающие добывающие корпорации полного цикла, местные, национальные Neos, Demitsu и Cosmo, которые сами добывают нефть, транспортируют нефть, соединенные танкерами, перерабатывают нефть в Японии. Они продают, конечно, базовое масло, естественно, они могут вам даже сделать продукты. Это будет очень дорого. Базовое масло будет стоить минимум в два раза дороже, чем на корейское, то же самое, либо китайское. Присадки все равно все идут извне, и то и Demitsu, и Neos, и Cosmo не будут работать с присадками, какими попало. Сто процентов. Если вы даже придете на свои присадки, скажете, сделайте нам масло подешевле, они не будут этого делать. Мало того, что они не будут делать из ваших присадок, так они еще и не будут делать небольшие партии. Для них там партия должна быть промышленная, структуры большие. Максимум, что они сделают, отправят вас в какие-то филированные свои предприятия небольшие, которые для вас там что-нибудь поднаклепают, и то там предприятия, они такие, лучше вообще там не делать нифига. Что касается блендерных заводов японских, они там тоже, конечно, есть, они работают в основной массе, в основной массе работают только с сырьем местным, с базовым, и в присадками хорошими, такие блендерные заводы есть, они тоже сделают вам дорого. Они сделают, да, партии для вас сделают поменьше, но это тоже будет очень дорого и гораздо дороже, чем вы возьмете скорее готовые продукты и просто тупо переупакуете, либо базу и сварите там на минимальном оборудовании. Это будет стоить в 2 раза дешевле, поэтому сама идея понятна. С точки зрения закона легализации, made in japan, как они пишут made in japan, на упаковке, которая переупакована из того же Zika, да, получается, что вы берете японский продукт, с которым залит Zika, то же самое, или S-oil, но я утрирую, конечно, но в принципе понятие. Абсолютно все легально. Японское законодательство не требует предоставлять информацию для потребителя конечного о том, какое базовое масло было использовано при производстве продукта, тем более какие присадки. Это может быть нау-хау компании, коммерческие информации и т.д. и т.п. они вообще не обязаны предоставлять никакие информации по этому поводу. У них есть производство некоторое, есть лицензия на производство. Чем они занимаются там внутри, ну, никому особо не интересно. Почему? Объясню. Я уже сказал, что рынок компактный и так как 99% того продукта, которого они сделают на этом переупаковочном предприятии либо небольшом там, блендерном заводе, уходит на экспорт. Поэтому властям, местным игрокам на нефтерынке вообще пофигу абсолютно, что они там делают, из чего делают, для чего делают, кому делают, что там кого происходит. Вообще им по барабану абсолютно. Поэтому они с чистой совестью пишут Made in Japan ставят значок, рисуют там, что необходимо для заказчика на упаковке. И товар спокойненько уходит из Японии Made in Japan, потому что он реально сделан в Японии. неважно, что он сделан из корейского базового сериала базового готового продукта, вернее, либо готового продукта, это абсолютно никого не колышет. И таких брендов просто огромное количество. Просто огромное количество. Сейчас некоторые адепты скажут SK, что оаа, да блин, да SK, да они везде, да ты че, такие базы, прикольные, по всему миру фигачат, да такие-то лидеры. Ребят, SK на мировом рынке базовых масел присутствуют в таком огромном объеме только потому, что они выбрали очень-очень и очень демократичные ценовые условия везде. Они пролазят везде только из-за этого. Я не говорю, что они плохие, конечно, они нормальные абсолютно, но просто если сравнивать там базы разные, не надо там делать вид, что SK там одни из самых лучших. Нет. Вот, поэтому, как бы, конечно же, до SK они просто грамотную ценовую политику выбрали, и я как бы абсолютно поддерживаю то, какую политику они в принципе ведут, в принципе, в мире, да, но не надо делать из них идолов. Ну и, конечно, все крупнейшие автоконцерны Toyota, Nissan, Honda, Mazda и так далее заказывают производство продуктов под своим брендом только у местных крупных производителей Neos, Demisio и Cosmo в 99% случаях. Конечно, бывают исключения редкие, по редким продуктам бывают исключения например, Toyota EPSF, которые там делают в штучном объеме, там 500 штук в месяц и которые заказывают конечно же у аффилированных структур и даже у тех же самых гаражных структур небольших, которые там вручную для вас это сделают, но это бывает очень редко и в редких случаях и обычная масса вот эта вся 5-30-0-20 всегда заказывают только у крупнейших игроков японских обязательно, обязательно. В общем, Япония это та страна, в которой престижно производить продукцию для внутреннего рынка и престижно покупать продукцию, которая сделана для внутреннего рынка. Японцам очень нравится то, что они делают для себя и они всегда делают это очень хорошо. Этим наши страны Россия и Япония между собой радикально отличаются и нам неплохо чтобы поучиться хорошему Уипнцу. На этом все. С вами Антон Воронков. Вы на канале MyGT.RU. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики, подпишитесь на мой канал на Яндекс.Зен. Всем пока!